Приветствую всех поклонников авиации с Firefall Fire. Обновление Танец Драконов получилось небольшим, но оно и понятно. Осень выходит сразу два патча с наименьшим промежутком по времени. Рассмотрев большую часть авиационных новинок, я оставил напоследок два прем-реактива. Один из них это Harrier. Я пробовал самолет сразу в четырех режимах игры, и могу сказать, что где-то самолет отыгрывает хорошо, а где-то уже не очень. Причем боевой рейтинг у него одинаковый во всех режимах и составляет 11.3, но вот по геймплею есть серьезные отличия. Начнем с совместных РБ, потому что тут самолет идеально подходит для сетапа, а что главное, делит один и тот же БР с Прим Абрамсом. Такая возможность позволяет новым игрокам оставаться в одном режиме, при этом не задаваясь вопросом, а что взять из авиации. Для штурмовки у Harrier имеются обычные бомбы, нары, кабы и маврики. Я себе сделал пресет из трех гэшных мавриков и трех кабов. Будьте внимательны, когда вы будете ставить их на пилоны, потому что внезапно улитка решила поменять им цвет. На десятом, к примеру, гэшный маврик обладает оранжевой полосой, а дэшный светло-голубой, при этом на Harrier сделано почему-то наоборот. Гэшный светло-голубой, а едва оранжевый. Не забудьте еще подкрепить на крайние пилоны АМ-9Л, взять 25-миллиметровую пушку и прицельный контейнер. Итоговая стоимость всех подвесов немаленькая, поэтому сразу после респауна советую осмотреться на наличие ЗРК. Если вражеские зенитки активны, то лучше прижаться к земле и облететь танковый респаун с любой доступной стороны. Но если зениток нет, то в первую очередь советую задействовать пару мавриков и один кап, чтобы при появлении ЗРК у вас хотя бы оставался еще один маврик, и вы могли быстро отработать по зенитке. После того, как вы уничтожили пару танков, на высоту лучше не лезть. Любая появившаяся зенитка, если никуда не поедет, будет неузима в течение 20 секунд, и зависнуть над ней это не всегда выигрышная позиция. Поэтому отлетели от танковой карты, развернулись, чуть ушли в набор высоты, отметили для себя ЗРК или танки, подкинули по ним маврики и обратно ушли к земле. С кабами ситуация чуть посложнее. У нас представлены бомбы с лазерным наведением или со спутниковым. Для первых необходимо постоянно подсвечивать цель, но зато они попадут, если наземка чуть сдвинулась с места. Вторые же не требуют поставленного сопровождения цели и самостоятельно проследуют точку, которую вы указали. Но если ЗРК или танк съехали с того места, то такая бомба их может и не задеть. Лично я задействовал в основном бомбы с лазерным наведением. С помощью них работал по танкам, а вот для ЗРК оставлял всегда маврики. Как штурмовик, Харри в себя проявляет отлично. Топливо я брал на 20 минут. Для совместных этого хватает. Тем более, всегда можно приземлиться на вертолётную площадку, где вас починят и пополнят боекомплект. При штурмовке стоит быть аккуратным с тягой. В отличие от других самолётов, у Харриера ограничен форсажный режим. Да и греется самолёты земли серьёзно. Поэтому выше 96% тягу ставить нежелательно. Следующий режим, где Харриер раскрывает себя как истребитель, это противостояние. Мы можем попасть в границу бояров 10-7, 11-7, а можем поучаствовать в боях с 10-3 до 11-3. В отличие от Авиа РБ, мы вправе выбирать для себя доступные сессии. Вы можете заранее глянуть не только границы по боевому рейтингу, но и карту и даже стороны конфликта. Да, тут нет солянки наций. Конечно, у самих стран есть одинаковые самолёты, но это уже можно понять непосредственно в бою. Для Харриера главное поставить пушку, 4 ракеты АМ-9Л и ещё можно задействовать прицельный контейнер. Он вам пригодится для обнаружения самолётов. В нём есть хороший тепловизор, который определяет самолёт с большей дистанции. А вот РЛС у Харриера нет, поэтому придётся ориентироваться только на СПО и на прицельный контейнер. Скажу сразу, это выглядит покруче любого радара, потому что вы не отмечаетесь на СПО противника, и при этом всегда знаете, кто где летит. Благодаря этому Харриер может делать скрытые пуски, о которых враг даже не подозревает. Мы анализируем ситуацию ещё за десятки километров до воздушного боя. Многие, к тому же, недооценят Харриера в ближнем воздушном бою, идя с ним в вираж. Вот только обладая отличной динамикой, Харриер перекручивает любой джет. Достаточно изменить вектор тяги, я обычно выставлял его в пределах 35%, но для удобства управления я в большинстве случаев задействовал СУ, переключая его в режим демпфирования. Единственное, у Харриера не очень эффективный руль направления. Из серьёзных противников отмечу лишь Мираж F-1C, за счёт мощных ЭК-ракет с помехозащищённостью, но он появляется с БР-11-7, да и мало кто ставит Францию против США. С такими же ракетами может ещё подстачаться нам Акцион Югоар на 11-3, но он тоже редкий гость и к тому же может попасть за нашу команду. 23-е Миги опасны только когда находятся на большой высоте и применяют теплобиенгатор вместе с ракетами Р-24Т. Но таких я скажу немного, в основном все летают с радаром и пускают Р-24Р. Поэтому, несмотря на то, что Харриер дозвуковой реактив, мы спокойно для себя находим цели. Многие пилоты не задумываются уходят в докфайт, где теряют своё главное преимущество – скорость. Тем более, мало кто может так быстро находить цели вокруг себя. Всё же радар хоть и имеется у многих самолётов на этих БР-ах, но он не такой эффективный. По итогу, в противостоянии мне Харриер понравился больше всего. Но я его ещё опробовал в совместных СБ. И в отличие от танковых РБ, где мы никогда не встречаем АИМ-120 или Р-77, в СБ нам будет встречаться 27-е Сушки, 29-е Миги и J-10. Повезёт, если в нашей команде тоже будут истребители, и они нас прикроют. Но чаще всего нам приходится участвовать в этих воздушных баталиях, летая, всё время прижавшись к земле. Хорошо, если не будет большого перевеса. Обычно со мной гонялись по два истребителя. И в тех редких случаях, когда у противника нет авиации, на земле нас могут встретить Панцер или Тор. С ними бороться приходится при помощи Мавриков. Если зенитчик не опытен, то он просто не увидит летящий к нему АГМ-65 и отправится в ангар. Или, более вероятно, возьмёт дублёр. Не самый комфортный геймплей, но при воздушном перекрытии или при минимальном количестве вражеской авиации на Харьере можно штурмить. Напоследок я оставил АВРБ. Тут Харьер смотрится, как по мне, хуже всего. Заметна разница по скорости. Сверозвуковые истребители часто просто улетают от нас, и мы ничего не можем им сделать. Можно попасть и на БР выше, встретив Ф-14, которые при должном везении могут снести половину твоей команды. И нет, Харьер не сложный самолёт. В ближнем воздушном бою он сильный противник, просто в какой-то момент подобная ситуация начинает надоедать. Такие вечные догонялки понравятся далеко не каждому. Поддержите видео лайком, не забывайте подписаться на канал, и до новых встреч, пока-пока.